Иван Константинович Айвазовский. Русский художник. Человек, не одаренный памятью, сохраняющий впечатление живой природы, может быть отличным копировальщиком, живым фотографическим аппаратом, но истинным художником никогда. Движение живых стихий неуловимо для кисти. Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны немыслимо с натуры. Сюжет картины слагается у меня в памяти, как сюжет стихотворения у поэта. Эти слова мы находим в воспоминаниях, пожалуй, одного из самых известных крымчан, Ивана Константиновича Айвазовского, художника-мариниста, уроженца Феодосии. За свою жизнь он создал более шести тысяч картин, большая часть которых посвящена морю. Эти полотна хранятся в галереях и коллекциях по всему миру. Хотя бы одну его работу видел, наверное, каждый. В наших рассказах о художниках, связанных с Крымом, мы всегда упоминаем Айвазовского. Многие живописцы, писавшие природу полуострова, учились прямо или опосредованно у великого мариниста, или же противопоставляли себя ему. Многие до и особенно после Айвазовского писали Крым красиво. Почему именно работы знаменитого феодосийца определили то, как мы видим и крымскую живопись, и искусство Марины в целом? Писать вживую стихию немыслимо с натуры. Как же тогда художнику удалось так точно передать впечатление движущейся волны прозрачной воды? И какая работа требуется от нас, зрителей? Краткая биография. Иван Константинович Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии в семье армянского предпринимателя, позднее разорившегося. Сначала учился в гимназии в Симферополе, затем в 1833 году поступил в Петербургскую академию художеств. В 1835 была проведена выставка в Академии художеств. На ней Айвазовский представил свою картину «Этюд воздуха над морем», которая получила множество положительных отзывов от критиков. В 1837 году живописец за три своих работы с морскими видами награждается большой золотой медалью. Вскоре Айвазовского отправляют в Крым для написания ряда тематических картин. В 1840 году Айвазовский направляется по заданию Академии в Италию. Там он много и плодотворно работает, изучает классическое искусство. В Риме и других европейских городах проходят успешные выставки его работ. После возвращения в Россию художник получает звание академика. Одной из самых известных картин Айвазовского стал его «Девятый вал», написанный в 1850 году. Айвазовский активно занимался делами Феодосии. Ее благоустройством способствовал процветанию города. Его влияние на феодосийскую жизнь было огромно. Художник открыл в Феодосии школу искусств и картинную галерею, превратив любимый город в один из центров живописной культуры на юге России. В 1880 году художник открывает в своем доме выставочный зал. Этот год официально считается годом создания Феодосийской картинной галереи, которую художник завещал родному городу. Иван Константинович Айвазовский умер 19 апреля 1900 года в Феодосии в возрасте 82 лет. Он был похоронен во дворе феодосийской средневековой армянской церкви Сурб-Сарксис. Мы начали наш рассказ со слов самого Айвазовского. Живописец видит свой творческий метод и задачу как нечто определенное, как закон. Безусловно, такое сильное художественное мировоззрение формируется не сразу. После учебы в Петербургской академии художеств и практики в Крыму Айвазовский отправился совершенствовать свое мастерство в Италию. В те годы работа с натурой казалась обязательной и необходимой для любого серьезного живописца. С этого начинал и Айвазовский. Он объехал все неаполитанское побережье, писал с натуры в Соренто, Амальфи, Вико, Флоренции и Тоскане. Но именно там, в Италии, художник выработал свой ключевой творческий метод. Когда я уезжал в Италию, мне твердили все в виде напутствия. С натуры, с натуры, пишите. Живя в Соренто, я принялся писать вид его с натуры с того же самого пункта, с которого в былые годы писал Щедрин. Писал я ровно три недели, затем также написал вид Амальфи. Вико написал две картины на память. Закат и восход солнца. Эти две картины вместе с видом Соренто были выставлены мною. И что оказалось? Толпы посетителей выставки, обходя вид Соренто как место давно знакомое и приглядевшееся, собирались перед картинами, изображавшими живую природу. Весьма лестно отзывались о них. Между тем, вид Соренто я писал три недели. А эти картины не более как по три дня каждую, но я писал их под наитием вдохновения. А оно-то необходимо художнику. Так феноменальная зрительная память и удивительное воображение позволили Айвазовскому не работать с натуры, а импровизировать. А своей задачей на натуре он считал впитывать происходящее. То есть ощущать и запоминать для того, чтобы, вернувшись в мастерскую, выплеснуть эти ощущения на холст. Конечно, способность улавливать и запоминать ощущения живой природы – это только часть, безусловно, важнейшая секрета морского пейзажа Айвазовского. К примеру, волны на его полотнах кажутся прозрачными и живыми. Смотрящий буквально видит движение воды. Отчего? Художник достигал такого эффекта с помощью метода лессировки, то есть наложения тончайших слоев краски один на другой. Это позволяло создавать плавные переходы и почти прозрачные, но яркие элементы. Именно поэтому работы Айвазовского, написанные маслом, нередко напоминают акварельную живопись. При этом Айвазовский работал очень быстро. Такой подход определял и выбор технических приемов и отношения к творческому процессу. Так художник предпочитал так называемую технику а-ля прима – быстрое письмо по сырому. Первым на полотне появлялось небо. Айвазовский наносил краски торцом кисти быстрыми и многочисленными мазками. На первый этап работы уходило от 10 минут до 6 часов. Затем художник делал перерыв, после чего приступал к изображению основного сюжета картины. На создание своей самой большой картины среди волн у мариниста ушло 10 дней. Причем Айвазовский считал ее главным трудом в своей жизни. Если что-то и увлекало Айвазовского так же, как море, то это был свет – живой и непостоянный. Освещенные облака становятся будто бы вторым морским пейзажем, обратным повторением главной темы картины. Поэтому даже на самом мрачном и темном полотне Айвазовского есть свет. Иногда это яркий луч солнца, пробивающийся сквозь тучи, а иногда лунная дорожка. Айвазовский оставался уверен себе и своему методу в течение всей жизни. В середине 19 века в искусстве России на смену романтизму приходит реализм. Конечно, искусство Айвазовского менялось. Колорит его картин утратил былую яркость и контрастность. Цветовые переходы приобрели иные, более тонкие нюансы. Однако, несмотря на более реалистичную форму, работы Айвазовского сохраняют все то же романтически приподнятое настроение. Наконец, как смотреть на морские пейзажи Айвазовского? По словам самого художника, нужно отыскать на полотне источник света и пристально всматриваться в него. И только после этого можно перевести взгляд на все остальное. Вот что пишет Айвазовский о своей «Лунной ночи». Я предвижу, что про это также найдутся некоторые, которые скажут, что недовольно окончено. Это зависит от того, как зритель захочет смотреть. Если он встанет перед картиной «Лунная ночь» и обратит главное внимание на Луну, и постепенно, придерживаясь интересные точки картины, взглянет на прочие части картины мимоходом, так назову и сверх этого, не забывая, что это ночь, которая нас лишает всяких рефлексий, то подобной зритель найдет, что эта картина более окончена, нежели как следует. Из письма Айвазовского конференц-секретарю Академии художеств Григоровичу 13 августа 1839. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok